Итоги уходящей среды Кто охраняет воздушную границу Библейский урок Воскресная школа Свято-Георгиевского храма отметила юбилей Открылись просторные смертные классы Появились новые педагоги Что изменилось за 30 лет А также продленный паспорт Посмертное звание И скользкий четверг В Беларуси из-за гололидицы объявлен оранжевый уровень опасности Когда ждет снег? Пора переобуваться ГАИ проведет республиканскую акцию На протяжении 10 дней наряду ДПС будут проверять Готовы ли авто к зимнему периоду Тем временем первый снег стал причиной многочисленных аварий С подробностями Ольга Васенда Юрий Кантаев водитель с пятилетним стажем Семейный автопарк в зиме, признается мужчина, подготавливает еще в ноябре Проверяет исправность тормозной системы Меняет моторное масло, заливает незамерзайку Обязательно в чек-листе и балансировка новой зимней резины Чтобы шины хорошо сели на диск И безопасность вождения была на высшем уровне Из подготовки не осталось ничего У меня в принципе две машины Все жидкости поменены, аккумуляторы заряжены Поэтому танки в полной боевой готовности Важный параметр – остаточная высота протектора Она должна быть не менее 4 мм Резина с большим износом запрещена Это опасно на дороге Управление автомобилем может выйти из-под контроля Замена шин – комплексная услуга В нее входит разборка, сборка, балансировка По времени займет не больше часа Стоимость – около 40 рублей Специалисты рекомендуют дополнительно зашиповать резину Одна покрышка обойдется в 25 рублей Здесь же можно исправить дефекты на дисках Цена на услугу варьируется от 7 до 20 рублей Поездку в автосервис откладывать на потом не стоит Последние дни ноября – самая горячая пора В среднем где-то в день перебывается Минимум, я думаю, машин 15 Поэтому затягивать до последнего нельзя Потому что выпадет снег, как у нас, как правило Все вспоминают, когда только видят снег До начала календарной зимы всего неделя Первый снег застал автомобилистов врасплох Накануне зарегистрированы десятки аварий по всей стране Утро тоже началось с трагичных новостей На 183-м километре дороги Минск-Могилев Погиб 53-летний водитель трактора В него врезался попутно движущийся Ситроен Сельхозмашина перевернулась Мужчина скончался на месте происшествия Сотрудники ГАИ призывают быть предельно осторожными за рулем Учитывать обстановку на дороге и погодные условия Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям Перед началом движения Очистить свои транспортные средства от снега, наледи Проверить работу отопительного оборудования автомобиля Исправность аккумуляторной батареи Инспекторы ДПС напомнят водителям О необходимости перейти на зимние шины 25 ноября в Беларуси стартует Республиканская профилактическая акция А уже с 1 декабря Госавтоинспекция начнет проводить рейды Нарушители заплатят рублем Стоит помнить, даже малейшая неисправность машины При движении по скользкой дороге Или в момент выпадения обильных осадков Может привести к непоправимым последствиям Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов Бобруйск, 360 Цена вопроса Россиянин незаконно въехал в Беларусь И попытался дать взятку сотрудникам ГАИ В Могилеве наряд ДПС остановил иномарку За рулем БМВ находился 29-летний мужчина Выяснилось, с марта этого года Ему запрещен въезд в нашу страну Водитель попытался откупиться И предложил инспектору 5000 российских рублей Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности Он оставил деньги в служебном автомобиле В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Кроме того, регистрационные номера В базе данных ГИБДД России Числятся за другой машиной Присвоенное звание, старая цена и новые справки В стране продлили срок действия документов Что это значит? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Первый энергоблок БелАЭС Выработал 5 миллиардов киловатт-час электроэнергии Второй сейчас готов на 90% В конце года планируется начать операции По его физическому пуску После того, как в строй будут введены Два энергоблока В стране объем производства электроэнергии Вырастет до отметки 18,5 миллиардов киловатт-час Это позволит ежегодно замещать Около 4,5 миллиардов кубометров Природного газа Срок действия документов продлевается Еще на полгода На протяжении 6 месяцев Беларусы могут обратиться за новыми справками В удобное для них время Например, если срок действия паспорта Истекает 1 декабря и ранее не был продлен То он автоматически действует до 1 июня 2022 Летчикам, погибшим под Барановичем Присвоили звание Герой Беларуси Указ подписал президент Напомним, пилоты Андрей Нечипорчик И Никита Куканенко Во время выполнения тренировочного полета Столкнулись с отказом техники И ценой своей жизни Увели самолет от жилых домов Трагедия произошла 19 мая Белтелеком откладывает повышение цен На некоторые услуги на 1 января 2022 Ранее компания переносила Анонсированное в сентябре Увеличение стоимости с октября на ноябрь Она должна была повыситься в среднем На 4% в пределах, которые установлены Регулятором в соответствии с законодательством На четверг в Беларуси Объявлен оранжевый уровень опасности Из-за гололедицы Будет преимущественно облачная погода Местами возможны небольшие осадки В основном дождь Ночью и утром в отдельных районах страны Прогнозируется слабый туман и гололед В темное время суток температура воздуха Составит от минус 2 до плюс 4 градусов Днем от 1 до 7 выше 0 Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 1697 пациентов С положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразили 645 тысяч 69 человек Работников Белформации, которые прошли вакцинацию От COVID-19 ждет материальное поощрение Такое решение принято для снижения рисков распространения Коронавирусной инфекции Привившиеся представители трудового коллектива Получат бонус в размере 145 рублей Их приоритет Белорусское небо Солдатов-срочников 1-го радиотехнического центра Уволили в запас Сейчас здесь служат 20 ребят Мониторить воздушное пространство и госграницу Помогают новинки техники Они обнаруживают цель На расстоянии до 400 километров Родина сказала надо Он ответил есть Егор Бернацкий всегда знал, что будет служить Военная специальность Оператор радиолокационной станции До призыва парень успел получить и гражданскую Окончил железнодорожный техникум в Гомеле Армейские будни проходят за монитором Главная задача следить за летательными объектами На этом радаре появлялся даже борт номер один В сентябре к нам в Бобруйск прилетал главнокомандующий Республики Беларусь Самолично сопровождал его Вел с Минска до Бобруйска И с Бобруйска назад до Минска Сопровождал, видел его все расстояние В радиотехническом центре срочную военную службу Проходят 20 человек Сержанты, контрактники и прапорщики Еще 28 Плюс 15 офицеров Для Егора и еще троих солдат Сегодня звучит команда отставить наряды и дежурство Мужчины увольняются в запас Вчерашние командиры благодарят их за службу Торжественный марш завершает ритуал Поощрение лучших военнослужащих Которые на протяжении всего периода службы Зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны Поощрения бывают разные Сейчас военные всего мира идут по пути внедрения новинок технического прогресса В этом смысле войска радиолокационной разведки традиционно в лидерах Они способны обнаружить летательный аппарат противника На расстоянии до 400 километров Остаться незамеченными нет шансов На вооружении у нас стоят радиолокационные станции Различного типа Радиосавтомеры, а также навешивший комплекс средств автоматизации Постоянно выполняем задачи За исключением боевого дежурства Это подготовка личного состава В ходе проведения учений, мероприятий, боевой подготовки Радиотехнические центры Круглосуточно несут боевое дежурство По всей стране Их главная задача – мониторинг воздушного пространства И госграницы Комплексы, которые стоят на вооружении, позволяют эффективно противостоять любому неприятелю А значит, белорусское небо под надежной защитой Карина Гуевич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 От сотворения мира до светлой Пасхи В Бобруйске отпраздновали 30-летие воскресной школы Свято-Георгиевского храма Торжество началось с молебна После на праздничном концерте собрались учащиеся выпускники и учителя Вспомнили все этапы становления школы и прихода за 30 лет От разрухи до сегодняшних времен За три десятилетия здесь обучилось около пяти тысяч детей Сегодня под опекой прихода порядка шести-десяти ребят Вторую часть вечера посвятили просмотру документального фильма о храме Вручили письма благодарности В 1998 году мы построили здание Духовно-Прасительского центра И там открылись просторные светлые классы Появились новые педагоги Затем в 2002 году нам еще одно здание передали Которое мы осветили в 2007 году И вот на данный момент у нас такая хорошая материальная база Напомним, в прошлом месяце Георгиевский приход отпраздновал 30-летие Храм сохранился с дореволюционных времен Когда-то здесь была автомастерская, после войны столовая и библиотека Сейчас это не только церковь, но и сестричество, воскресная школа и духовно-просветительский центр Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»